Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. Канал Отвертка приветствует вас. Наступил отопительный сезон. Наши батареи, соответственно, стали тепленькими. И стал вопрос, как же повысить действенность, КПД или эффективность наших чугунных, многосекционных батарей. В предыдущем нашем видео, когда мы вам показывали, как мы увеличивали эффективность батареи, возникло много вопросов, обсуждений по поводу миллиметража, каких-либо там других показателей. Заходили со стороны теплотехники, заходили со стороны термодинамики, заходили со стороны ЖЭКа и так далее. Со всех сторон заходили и пытались доказать свою правоту. Как ни странно, способ, который я сегодня покажу, и он у меня уже работает на протяжении около года. Ну, то есть не года, а год назад он тоже у меня целую зиму работал. Все вот эти утверждения, что никакого КПД не будет, меньше мы платить будем, не будем, мы также будем много платить и так далее. То да, платить мы всегда будем больше за отопление, из каждого из года в год, из месяца в месяц будем больше платить. Но эффективность, самый вот главный вопрос, эффективность отопления нашего дома, вот как ее увеличить? ЖЭК – это одно, плата – это другое, теплотехника – это третье, термодинамика – это совершенно другое. Вот как мы можем сделать? А мы всего лишь делаем с помощью вот такого мощного изобретения, как набор вентиляторов компьютерных, купленных на соседнем гастрономе, соседнем базаре. Стоят они, в принципе, недорого, на базаре они даже можно взять дешевле. Товарищи с непонятным происхождением носят вот такие вот вентиляторы и пытаются их продать задешево, так что их можно приобрести. Здесь принято раз, два, три, четыре, пять, пять вентиляторов, 12-вольтовых и так далее. Все это делаем мы просто-напросто скручиваем простыми скрутками, вот здесь вот петелечки такие есть, проволочкой, соединяем их полностью параллельно, в том числе вот этот большой, 12-сантиметровый, да, 12-сантиметровый. Применяется простой трансформатор, упакованный в простую коробочку, это все самодельное. Внутри есть выпрямитель, и он выдает 9 вольт, 9 вольт и порядка 1 ампера. Почему 9 я стал делать? Потому что если 12 включать, вентиляторы начинают немножко шуметь. А когда вот подается 9 вольт, и все говорили, шумит, не шумит, вопросы задавали под старым видео, ничего она не шумит, 9 вольт, 9 вольт, когда подаешь, они очень славненько работают, легкий шепот издают, и никто его не слышит. И значит, сделаем вот такую штучку. Параллельно соединяем все двигатели, красные до красного, черные до черного, на красный подаем плюс, на черный минус. 9 вольт, еще раз говорю, не 12, а 9. И все это дело вставляем в батарею. Вот мы видим нашу старую советскую надежную батарею. Чугуни применяются вместо алюминия и так далее. Еще хочу заметить, еще хочу заметить. Зайду в кадр. Вот эта вот часть, вот эта вот часть под батареей, за батареей, ниша вот эта вот. И получается, что у нас слой кирпича здесь почти что на целый кирпич меньше, даже больше. То есть меньше. И вот эта вот часть стены у нас, она очень и очень холодная. Что я перед этим сделал еще год назад, даже два года назад? Я полностью закрыл вот эту вот нишу. Здесь расстояние было большое от батареи до стенки. Закрыл нишу 5-сантиметровым слоем пенопласта. Приклеил его клеем для пенопласта. Этот клей похож на простую монтажную пенку. Полностью закрыл вот эту вот часть, приклеил, поклеил обои и плентусочек наложил. И вы знаете, гораздо теплее стала вот эта вот часть. Во многих квартирах, особенно в малосемейных общежитиях, советской еще постройке, вот эта вот часть на два, на полтора кирпича тоньше самой стены. Соответственно, здесь самое холодное место. Чтобы улучшить комфорт, так сказать, в квартире. Вот эту вот часть надо закрыть пенопластом и наклеить сюда простые обои в тон, какие у нас в комнате есть. Вот это я сделал. Это первый способ, так сказать, улучшения теплового комфорта. Следующее. За батарею, за батарею говорят, наклеивать надо отражающие поверхности и так далее, и тому подобное. Ну, вы можете заметить, можете заметить, потом я побольше, получше покажу. У меня было зеркало, зеркало большое, широкое, такое длинное-длинное. Я вот это вот зеркало засунул за батарею. Я думаю, оно будет лучше работать, чем фольга или что-то еще такое отражающее. Я думаю, оно будет лучше. Вот там зеркало стоит. Вот. Вот оно даже звенит. Так что зеркало можно там увидеть. Итак, мы имеем батарею. Итак, как улучшить, как улучшить, так сказать, эффективность нашей батареи? Итак, делаем следующее. Смотрим, куда у нас выдувается воздух на каждом двигателе. На каждом двигателе стрелочка есть. Именно куда выходит воздух при вращении. Соответственно, он идет сюда. И мы хотим продувать. Продувать нашу батарею. Здесь вот раз, два, три. Ну, где-то со второго уже можно вставлять. Он затягивает тепленький воздух. И продувает через эти батарейки по всей длине, по высоте. То есть, нашу батарею. Здесь ребрышки у нас есть. Эти ребрышки продуваются. И у нас, получается, мы увеличиваем конвекцию. Все, закреплены у нас двигатели. Все там как положено. Проводочек питания есть. И я все это дело завожу на вторую, во вторую дырочку. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Даже покажу сейчас немножко поближе. Вот. Мы его аккуратненько туда... Он как раз входит с таким, с натужностью определенной. Но нормально. Вот, смотрите, он встал. Это можно закрепить тут, проволочку. Так, посмотрим. Крутится? Нет, немножко не крутится. Надо их... Посмотреть, что же мешает. Так, смотрим, что мешает. А ничего не мешает. Все хорошо тут работает. Но немножко надо поближе сюда. Так что аккуратненько надо всовывать между батареями, чтобы лопасти все двигались хорошо. Так, вот так вот. Чуть немножко в стороночку их. Так. Вот. И видите, что у нас получилось. А получилось у нас следующий вариант. Вот, смотрим ближе. Вот сама батарея. Один двигатель, второй, третий, четвертый, пятый. И все это дело продувается со стороны. И мы этим способом улучшаем конвекцию нашего воздуха через батарею. Соответственно, повышается КПД. Плата в ЖЭК. Эффективность. Здесь уже не обсуждается. Здесь мы просто увеличиваем поток воздуха, который у нас проходит через батарею. Ну, а также вы видите зеркало, какое стоит у нас за батареей. Как говорят, сюда можно наклеивать фольгу, чтобы она отражала ультрафиолет. То есть не ультрафиолет, а инфракрасные лучи и так далее. Я думаю, зеркало еще лучше будет отражать. Во-первых, есть куда поставить зеркало. И оно приносит, так сказать, пользу. И, соответственно, вид такой интересный. Как будто бы за зеркалом еще что-то есть. Это неплохо. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Я думаю, данный способ все-таки приносит какую-то пользу. Все вопросы, замечания, научные, так сказать, идеи можно высказать под нашим видео в комментариях. Интересно будет почитать, посмотреть. И что же вы скажете по этому способу? Установка вентиляторов в батарею, чтобы батарейка у нас продувалась. И установка, извиняюсь, зеркала за батарею. Потому что зеркало некуда было девать. А когда засунешь его за батарею, оно приносит пользу железно. Ну, я думаю, данная информация будет вам полезна. Подписывайтесь на наш канал. С нами будет интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка.